А сегодня мы с вами продолжим говорить о русском военном деле предмонгольского и собственно монгольского периода Сегодня у нас получается третий ролик, который мы записываем Если нам конечно код позволит Я вот его своей щеткой для усов расчесываю А что делать? Такие вот жертвы Нет, походу не позволит Военное дело отменяется, будем кота чесать Словом, мы в прошлый раз остановились на том, что к нам пришли монголы-татары Началось иго И удар, который нам нанесли монголы-татары Конечно, был настолько чудовищный Примерно как бодание, которое наносит код моему мелкому компьютеру-планшету Даже не знаю, что с ним делать Он, по-моему, прописался здесь Словом, удар был мощнейший Тут мы можем много рассуждать Масса интерпретаций Вплоть до того, что не было вообще никакого ига То есть, ерма Потому что Гумилёв и учёные школы Гумилёва говорят, что он была полная синергия Инергия, сотворчество Ну да, там вначале, конечно, поссорились, подрались, но что делать Это же средние века, так, в общем, все занимались постоянно До другой, противоположной точки зрения Что монголы просто превратили Русь в выжженную пустыню В ад, угнали там всех ремесленников и прочее, 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 прочее Ну то есть, это интерпретации А мы с вами можем оперировать конкретными фактами Одним из маркеров, важнейших маркеров благосостояния экономики на Руси Является каменное храмовое строительство Именно храмовое, именно каменное Потому что из дерева-то строили непрерывно и много А вот из камня, то есть, из очень дорогого, трудоемкого И весьма притязательного к инженерному искусству Инженерному ремеслу материала, как камень Выстроить храм Это было нечто очень и очень дорогостоящее А самое главное В основном бесполезное в хозяйстве То есть, если Русь могла потратить Очень изрядную часть довольно хилого нашего прибавочного продукта На крайне дорогое, помпезное и малопригодное в хозяйстве строение Какими является храм Значит, этого прибавочного продукта много И значит, что в перспективе его убыль не ожидается То есть, делать специальных запасов сверх меры не требуется Это сразу понятно С экономикой полный порядок Ну или, по крайней мере, нечто к этому приближающееся А вот если каменное храмовое строительство прекращается Можно однозначно констатировать Что с экономикой все не в порядке По тем или иным причинам И вот, когда к нам приходят монголы 1537 год Это последний год Когда мы хоть что-то строим из камня в храмовом смысле После этого вся Русь Буквально вся От Новгорода до Галичи и Волыни В этом плане замирает Мы перестаем строить каменные храмы Каменные церкви вообще До конца 13-го, начала 14-го века То есть, где-то на 60 лет экономика оправляется от последствий удара Извините, пожалуйста, кризис экономики длиной 60 лет Это о чем-то договорит Это в самом деле очень крутой удар Очень крутой урон Это в самом деле признак того, что мы оказались в неком Цуксванге Из которого любой выход был только хуже То есть, это и убыль ремесленников Которых в самом деле угоняли в Орду Мы знаем предметы ремесла Которые изготавливали именно русские Однозначно русские На территории Золотой Орды Это, конечно, убыль податного населения Вот убыль-то податного населения Это было очень важно И именно в убыле податного населения Крылся Некий выход Крылась некая надежда Которая должна будет сыграть Через некоторое время Причем через некоторое долгое время Последствия этого процесса Скажутся еще более серьезным И еще более глубоким образом Чем то, о чем мы говорим сейчас В годы Сразу после монгольского погрома Как фиксируется убыль населения? Например, Карен Заремыч Чернов Это наш знаменитый археолог При исследовании селищ То есть, следы сел и деревень неукрепленных Например, в Подмосковье Он считает, что за время монгольского погрома Было уничтожено до 30% сел вообще Сел и деревень вообще То есть, это не значит, что монголы Их прям вот все вырезали Сожгли, угнали в рабство Нет, это значит, что они вырезали Сожгли, угнали в рабство И люди самостоятельно разбежались Из угрожаемой территории То есть, вот было село И больше его нет В дальнейшем, конечно В дальнейшем, конечно Значительная часть восстанавливается Не вся, но значительная И тем не менее, мы видим Что люди с насиженных мест разбегаются Да, они гибнут тоже Да, их угоняют в рабство Но часть, мы пока не знаем какая И вряд ли когда-нибудь узнаем Доподлинно какая часть Понятно, что не маленькая Часть просто убегает С насиженных мест Где жили люди Мы это, опять же, обсуждали В прошлый раз Люди жили в основном Вдоль речных террас Это удобное для земледелия Удобное для торговли Удобное для рыбной ловли Место Там всегда есть дорога Зимний санный путь Летний путь на лодочках Ну, про рыбную ловлю Я не буду даже расшифровывать ничего И так понятно Тут же тебе орошение Тут же тебе естественное удобрение В видеила Очень удобное со всех сторон место Но Если это удобное место для крестьян Там же удобно и монгольской коннице идти Поэтому, конечно, оттуда люди стали разбегаться Тем более, что Если монголы хотели получить Некий приварок Именно сельского населения самостоятельно Ну, так куда же они шли сразу? Они шли вдоль рек Потому что они отлично знали, где живёт место населения Поэтому место населения начинают уходить С рек уходить на водоразделы На холмы В леса Этот процесс в истории В историографии получает Название взлёта на холмы И вот Что же это повлекло за собой? Почему я сказал, что это Очень важно Понятно, почему это важно Потому что людей стало меньше Налогов стало собираться меньше Соответственно, экономика стала в кризисе Однако Была и надежда Какая? В чём дело? Дело в том, что Консервация Некого устойчивого равновесия Которая имела место в предыдущее время В двенадцатом Первой половине тринадцатого века В начале тринадцатого века Когда люди расселялись вдоль речных террас В основном Гарантировало Очень долгое пребывание Руси В состоянии двуполья Дело в том, что Крестьянская культура Вообще весьма консервативна И крайне агрессивно Относится к любым экспериментам Ну, просто потому что После такого эксперимента Можно не выжить всей семьёй Или даже не семьёй Поэтому То, что было хорошо для деда Будет гарантированно Хорошо и для внука Под вот такой вот угрозой Чтоб ты, гад Чё-нибудь не придумал Такого, отчего мы все Померёв пойдём Или сдохнем все с голода Ну, а Это значит Что Русь надолго Надолго осталась бы В состоянии Двуполе Когда одно поле Засевается Другое поле Отдыхает Находится под паром Долгое время Как мы знаем Этого двуполе И урожая Которое оно приносило Вполне Хватало Потому что Во-первых Мы Имели дело Со средневековым Климатическим Оптимумом Когда было Несколько теплее Чем в последующее время То есть Урожаи В среднем Даже при Очень старой Архаичной Двупольной системе Севооборота Были более-менее Приемлемы Тем более Что Если мы Дело Не просто С урожаем А с урожаем Например Замечательных Суздальских Черноземов В Суздальском Ополье Или тем более Урожаев В нашем Черноземье На юге То есть Временно Хватало Но Так как Людей Становилось Больше В городах В том числе Потребность В ресурсах В прибавочном Продукте В деньгах В конце концов Тоже становилось Больше А Агрокультура Главный Элемент Экономического База С того времени На Руси Не могла Дать больше То мы Оказывались Неизбежно В культурном Застое Крестьянин Я сам повторюсь Массово Массово Очень вряд ли Быстро Пошел Куда-то Где бы он Мог Во-первых И был бы Обязан Во-вторых Проводить Некие Сельскохозяйственные Эксперименты А вот Пришли Монголы Которые Это устоявшееся Разновесие Буквально Разрушили Представляете 30% Населения Например Из-под Москвы Просто Слиняло На новые Места Я повторюсь Оно не было Перебито И угнано На 100% Это вот Ушедшее Население В основном Это люди Которые просто сбежали Куда они сбежали Как я и сказал На водоразделы На водоразделе Оказалось Очень комфортно Там оказалось Много места И очень мало Лишних людей То есть Да Мы знаем Как люди Шли на водоразделы Уже в 11 веке Как они шли В 12 веке Мы можем показать Прямо Циркуль Втыкая в карту Где водоразделы Уже начали заселяться Это объективный процесс Это не монголы Были Провозвестниками Этого процесса Не они были Его причиной Они были Всего лишь Поводом Тем снежком Который Стронул лавину Просто люди На водоразделы Вынуждены были Бежать Вынуждены И там Оказалось Много земли Там оказалось Возможно Запахивать элементарно В экстенсивном смысле Больше пашни И там же Оказалось Возможно Провести Некий Эксперимент То есть Начать Регулярный Трехпольный Севооборот Напомню Трехполь Это когда Одно поле Засевается Яровой Культурой Другое поле Засевается Азимой Культурой Ну вот Та самая Культура Которая Растет Фактически Зимой Под снегом И одно поле Оставляется Под паром Для того Чтобы Ввести Вот это Третье поле Под Азимой Сев Нужна Большая Смелость Потому что Нужно Просто Откусить От собственного Надела 30% Земли И если Ты находишься В стабильной Обстановке На речной Террасе С устоявшейся Агрокультурой Сама мысль Отрезать От себя 30% Земли И закопать Зерно Под снег Представляется Прямо скажем Избыточно Смелой Во-первых Не поймут Соседи Во-вторых Ты же не читал Учебника Для Аграриев Ты Интуитивный Аграрий Ты Крестьянин У тебя все знания Передаются От отца К сыну От деда К внуку Поэтому Гарантировать Более-менее Основательно Что с этой Азимой Затеей Хоть что-нибудь Выйдет Никто не сможет И кстати Не факт Что в самом деле Выйдет Потому что Ты так не умеешь Делать еще У тебя просто Нет опыта Поэтому Никто И не переходил Долгое время Планомерно К трехполью Но теперь-то Когда земли много Ты можешь Ничего у себя Не откусывая Просто Запахать Еще одно поле Рядом Причем Выясняется Что где-нибудь На северо-востоке Далеко Не только Сузорское полье Обладает Хорошими Землями Например Клинская гряда Там Дерна Подзористые Почвы Оказались Вполне урожайные Это конечно Не благородный Чернозем Но тем не менее Появилась Возможность Этого Сельхозэксперимента И мы знаем Что уже В 13 веке И тем более В 14 веке Появляются Регулярные Упоминания Даже в летописях Термина Озим И Ярь То есть Это однозначные Признаки Перехода К трехполью Хотя конечно К трехполью Мы окончательно Перейдем Очень нескоро Это Вопрос 16-18 Веков Причем И тогда Оставались Регионы С двухпольем И даже Подсечно-огневым Земледелием То есть Там Типа Как у нас В наших Новгородских Лесах Где распахивать Землю Без массированного Внесения Удобрений Одномоментно Просто глупо Тут Ничего Не растет Тем не менее Мы сейчас Говорим Не о Экстремальных Случаях А о Чем-то Общем В общем Именно тогда Во второй половине 13-14 веке Русь Начинает Постепенно Переходить К трехполью И Она Полностью Меняет Вообще Динамику Сельской Демографии А что такое Сельская Демография Так это 95% Населения Страны Вообще То есть Это и есть Собственно Страна Потому что Русь Это не Города Не Златоглавые Соборы Не Дружинники В сияющих Кольчугах И золоченых Шлемах Это не Епископы На кафедрах Это Масса Немого В источниках Серого Неизвестного Населения Которое Оставило После себе Только Очень Скупые Но предельно Говорящие Археологические Упоминания Вроде бы Мы сейчас Про Военную историю Рассуждаем Почему я так Подробно На крестьянах Останавливаюсь Ну как вы знаете Я материалист Более того Я Диалектический Материалист То есть Марксист А значит Я всегда должен Смотреть в базис Что происходит В базисе Без этого Мы не поймем Ни одного Надстроечного Процесса Каким является И военное дело В том числе Не поймем По крайней мере Вполне А теперь А теперь Я считаю Что мы имеем Ни какие шансы Для того Чтобы подвинуться В позитивную Сторону И в деле Изучения Военной истории Распашка Распашка Экстенсивная То есть Это вещи Немного Объективней Объективнейшим Образом Из всех Объективных Образов Вступают В конкуренцию Друг Другом Богатство Не может Просто так Лежать На одном месте А обладатель Богатства Так или иначе Наступает На интересы Других Обладателей Богатства По соседству И начинается Конкуренция Которая может быть Торговой Военной Торговой И военной Одновременно Административной И естественным Образом Богатства Начинают Оседать У каких-то Очень немногих Удачливых Участников Этой самой Конкуренции В данный момент Феодальной Конкуренции Естественно Удачливыми Обладателями Фортуны Изрядного Так сказать Его куска Являются Те У кого Сразу Есть много Богатства Или По крайней мере Есть Серьезная Перспектива Достать Сразу Много Богатства Так Чтобы Подмять Богатеев Помельче Вокруг себя Таким Местом Становится Наименее Разоренная Северо-Восточная Русь А Конкретно Владимирское Княжество Если быть совсем Точным То с начала 14 века Это Москва В Москве Правят Даниловичи Дети Данила Александровича Соответственно Сына Александра Невского Давнего Партнера По политическому Процессу Который Крайне Благосклонно Был Настроен К Золотой Орде И Золотая Орда Отвечала Ему Взаимностью Поэтому Детям Западнее По другим Причинам Очень схожим Но Со своей Спецификой Поднималась Литва В центре Вильна Кто Конкретно Победит Вот это Уже Решал Бросок Исторических Костей Которые Буквально В наших Глазах Сейчас Будут Происходить Но Пока Пока Мы Просто Заметим Что происходили Процессы Описанные Выше Это Расселение Людей На новых Территориях Экстенсивная Запашка Новых Пашин Это Постепенное Применение Продвинутой Весьма Продвинутой Агрокультуры По тем временам Трехполья Прошу прощения И Начинается Стремительный Взлет Крестьянства На холмы Что на этих Холмах Ждало Крестьянина Вот и Представляете Вы Только что Сбежали От Татарской Конницы С Хорошо Известной Вам реки Куда-то На какой-то Водораздел Какого-нибудь Там Волгогского Междуречья Вы там Никогда Не были Или в лучшем Случае Раз в полгода Заходили В далекую Охотничью Экспедицию Силки поставить Возможно Вы там Никого Не знать И У вас Только то Что вы Уволокли С собой Вместе Вот у вас Там есть Какая-то Одна лошадка Завалящая На которой Вы хоть что-то Навьючили И вот За плечами У вас Что-то есть Все Больше Ничего И вам Надо Селиться Вам Надо Куда-то Детей Своих Девать Вам Надо Их Кормить Что вы Будете Делать Вариант Ровно Один Нужно Быстро Срубить Какой-нибудь Шалашик Благо Лето И тепло Оставить Старшего сына С охотничьим Луком Чтобы он Тут сидел Осторожил Всех Остальных А самому Бежать К ближайшему Городу Или Давайте так Скажем Городищу К князю Или боярину У которого Есть деньги Есть ресурсы Есть Зерно Которым он Может Ссудить И вот Вы Свободный Крестьянин Оказываетесь В долгах Долги У нас На Руси Были Довольно свирепые Процент Был Такой Вот сейчас 13% 14% Мы плачиваем Тогда Был 50% Потому что В долг давали Обычно Из полу То есть От половины То есть Следующую Половину Урожая Ты будешь Отдавать Своему Кредитору То есть Отдать Такой кредит Как вы понимаете В нормальной Ситуации Невозможно Крестьянин Торговал Не героином Он торговал Зерном Это Норма Прибыли Совершенно Иная И Крестьянин Превращается В холопа То есть В раба То есть Говоря В терминах Русской Правды В закупа То есть Того Кто в рабство Продался Например За долги Это плохо Это плохо Но С одной С одной Стороны Ты выжил И выжила Твоя семья А С другой Стороны Вы знаете В условиях Сложившихся Может быть За Сильным Боярином Или тем более Князем Спокойнее Потому что Ведь Это так легко Говорить Что лучше Одну минуту Прожить свободным Чем сто лет Рабом Это Выбор Сложный Но я думаю Что при Реальной Угрозе жизни Не вам А вашей семье Этот выбор Решается Вполне Однозначно И Сельская Демография Изменяется Не только Количественно Это самая Важная Сельская Демография Она изменяется Структурно Вот Как только Люди Оказываются На новых Землях Где они Могут Устроиться В основном Конечно С помощью Кого-то Сильного И богатого То есть Боярина Или князя Или и Князя И боярина Они начинают Селиться Несколько иначе Как Да вот Примерно Так же Как и Теперь Ну конечно Сейчас С селом Совсем Все плохо Но тем не менее Структура Сельского Расселения С тех пор Мало Изменилась Это Центральное Село Оно Обычно Княжеское Или Боярское Причем Это Не важно Может быть оно И княжеское А боярин Туда Поставлен Надсмотрщиком Словом Село Чем отличается Село В селе Есть церковь И есть Погост Собственно Село и называется Как правило Погост Погост То есть Кладбище Кто не понял Изначально Так называлось Именно Село Вокруг Тянущие К этому Селу Деревни В село Они Отвозят Выход То есть Дань Налог Там Они Заключают Акты Гражданского Состояния То есть Браки Крещение Фиксация Рождения Ребенка Похороны И так далее И вот Эта округа Оказывается В руках Князя Целиком С опорой На конкретное село Или Большого боярина Точно так же С опорой На важное село Подобная ситуация Уже имела место И в 12 веке тоже Вот мы знаем Что Москва Например Это было боярское село Изначально Село Бояр Кучковичей Ну а теперь Такая структура Превращается В Обыденную Общепринятую И люди там Находятся В полной Или частичной Зависимости От боярина Или князя Повторюсь Они могли Находиться В зависимости От князя Через боярское Посредство Например Такие варианты Тоже вполне могли быть И Таким образом Появляется Еще один Важнейший Момент Который Потом Изменит Всю Историю России Не только Облик Ее вооруженных сил Но саму Историю России Появляется Возможность Пока еще Только потенциальная На постоянной Основе Сажать Собственных Феодалов На землю Там Так Чтобы они С нее Кормились На условных Основаниях То есть Земля В обмен На службу Почему Это стало Возможно Да просто Потому что Земли Стали запахивать Больше Потому что Прибавочный Продукт С трехполья Где он Вводился Стал иной И наконец Крестьяне Стали полностью Обязаны Своему господину То есть Князю Или боярину Они стали Обязаны Не Каким-то Государственным Налогом Скажем В 10% Я условно Говорю Но в любом Случа Не очень Большим Они стали Обязаны Всем То есть Им можно Просто Как во время Продразвертки Оставлять Еды Чтобы они Не померли И могли Как-то Развиваться А все Остальное Забирать Себе Это же Рабы Ну Фактически Это конечно Очень грубая Схема Но именно Здесь Кроется Основа Будущего Крепостного Права Тогда Это было Невероятным Новшеством И новшеством Прогрессивного Плана Потому что Дружинник Это человек Который Жил При Личности Князя Или боярина В меньшем масштабе Но примерно То же самое Его милостью Он его кормил Он покупал ему вооружение Он обеспечивал его жильем Обеспечивал его Конями Обеспечивал его Фуражом Наконец Для своего коня В 12 веке В 12 веке Термин Дружина Пропадает Как мы знаем Появляется термин Двор Он очень говорящий Потому что Он ясно показывает Что люди там жили Уже не на родственно-дружеской Основе А на профессиональной Основе Но По сути дела Это все еще оставалось Да Сильно видоизмененное Но вот эта самая Дружина Где люди продолжали Кормиться От милости Князя Или боярина Если мы говорим О каких-то городах Например Типа Новгорода Или Киева Где боярство Было весьма богатым Это с одной стороны Здорово Потому что Это профессионализация И аристократизация Вообще Служил его сословие Оно концентрирует Внутри себя Большие богатства Оно имеет возможность Серьезно Профессионально Расти над собой Как В собственной подготовке Так и В материальной культуре В том числе И в военной материальной культуре Но это опять же Стагнация И консервация Потому что Такая система Сразу упирается В границы Которые очерчивают Ограниченный Материальный базис И вот теперь У нас материальный базис Расширяется В том числе Самым примитивным Экстенсивным способом И становится возможным Расширить и Военно-бюрократическую часть То есть двор То есть те самые Кормления и пути Которые имеют место В русской земле То есть пути Это то, что обеспечивает Княжескую администрацию И кормление Туда, куда Начинают Рассаживать Бояр И, что важно Собственных дружинников Бывших То есть членов двора То есть гридней То есть воев Которые постепенно Начинают превращаться Уже Не в алладальных Ранних феодалов-милостников А феодалов В полном смысле слова Как только появляется Сам термин Кормление И связанный с ним Термин Служба Мы понимаем Что до Установления Феодализма В полном смысле Слова Вот оформленного Точно так Как в Западной Европе Остается Один Очень небольшой шаг Причем Нога уже Занесена Стопа Идет к земле Но она просто Пока еще не встала На эту самую землю Всей подошвой То есть это Конец Становления Развитого Феодализма И мы Видим эти пути Кормления Уже в 13 веке И в 14 веке Это становится Общепринятым явлением Причем Кормление То есть это В первую очередь Вот в этом Не до конца Оформленном Становлении Кормление Это важнейший Институт Когда Человек получал Не конкретную Землю С которой он Кормился Там где жили Те самые крестьяне Которые его вооружали В конце концов После чего Ты и был Обязан службой А получал ты Должность Самая главная Она могла быть Территориальная Да Ты мог быть Отсмотрщиком Над Некой округой Например Держать Вот то самое Княжеское село И часть дохода Которую ты получаешь С налога В первую очередь Оставлять себе Вот тебе Князь сказал Мне нужно Сто гривен За год Сто гривен Ты отдаешь Князю Собрал Сто пятьдесят Гривен Пятьдесят Гривен Приотличненько Поступают В твою Собственную Казну Которую ты Тратишь на что? На собственное Вооружение? На вооружение Собственного Воинского Отряда Таким образом И у тебя И у князя Получается Больше военных Больше Потенциальных Членов Административного Управления Это была Серьезнейшая Прогрессивная Черта И она Оказалась Настолько Глубоко Укоренена Вот тем Самым Шоком 14 века 13-14 века Что ее Попытался Искоренить Иван Грозный И не смог А по факту Эти укорбления Дожили до наших Дней Но Вот пока Мы видим Что процесс Феодальной Раздробленности Совершается По объективным Причинам То есть Причинам Идущих От экономики Которые Не зависят От желания Тех или иных Князей От попыток Что-то изменить Против Тенденции Материального Базиса Нет Это материальный Базис Шагает В сторону Объединения Монголы Привнесли Собственно Уже и Субъективный Фактор То есть Нечто Что невозможно Было бы предсказать А именно Они Берут Общий Ордынский Выход То есть Налог Ежегодный Обычно Считается Что Чингисхан Говорил Что надо Брать 10% Десятую Уточню В ясе Чингисхана Сказано Не более 10% Потому что Иначе Люди Начнут Страдать И умирать От бескормницы То есть Уничтожение Собственного Материального Базиса Кстати Нашему Правительству И Государственной Думе Неплохо Бы Почитать Чингисхана Завоеватель Считал Что Завоеванных Покоренных Военной Силой Народов Нельзя Брать Налог Более 10% Вот так Вот Так вот Судя по всему Орда Долгое время Брала с нас Гораздо Меньше Есть Довольно Зыбкие Вычисления Которые Не основаны На каком-то Конкретном Твердом Материальном Базисе То есть Какие-то Ссылок Привезти Невозможно Где-то Около 2-2,5-3% То есть Налог Минимальный С одной стороны Это неприятно Потому что Можно было бы Вообще Не платить И все Оставлять себе С другой стороны Монголы Обеспечили Две важные вещи Во-первых Они блокировали Степь Степь Перестала быть Источником Постоянной Хаотической Дисперсной Угрозы Каково Она была В половецкие Времена Когда там Кочевала По 10-15 Орд Одновременно И в каждой Орде Были Главы Куреней Лихие Джигиты Которые При помощи Своих Там 300-500 Сабель Которые у него Есть под рукой Могли Пройтись По Всей Скажем Южной Границе Угнать Тысячи Людей В плен Все остальное Сжечь Перерубить Уничтожить И нанести Урон Против Этой Угрозы Повторяюсь Хаотической Дисперсной Нецентрализованной Нужно было Постоянно Содержать Некие Воинские Контингенты Которые Так или иначе Должны были Парировать Эти мелкие Набеги А в том числе И крупные Набеги Теперь же У нас Мы видим Как Сеть Крепостей Сеть Маленьких Застав Которые Прослеживаются Археологически Вообще С X Века И Изначально Которые Выставлялись Вообще Против Печенегов Еще Во времена Князя Владимира И потом Поддерживались И расширялись Против Половцев В последующие Времена В XII-XIII Веке Вот мы видим Как эта сеть Крепостей Просто пропадает В археологии Она делается Не нужна То есть Ресурсы Которые Требовались На содержание Фортификаций Долговременных Ресурсы На содержание Гарнизонов И прочих Воинских Контингентов Уходят В оборот Собственно Руси Кроме того Ну уж Это дорогого Стоит Отсутствие Непредсказуемого И довольно Регулярного Разорения Которое Проходило Из степи Вот монголы На долгое время Степь Превратили В нечто Упорядоченное И если оттуда Приходил Отряд Это был Как правило Экспедиционный Карательный Корпус Во-первых Он шел В конкретное Место Совершенно Во-вторых Его появление Было очень Легко предсказать Ну потому что Если какой-то Князь выступает Против законного Царя Каким считался Хан Улу-Саджучи То давайте Догадаемся Что Произойдет Ближайшей Весной Когда просохнут Дороги Или когда Ляжет снег И наоборот Дороги Встанут Зеленка Уйдет Болото Замерзнут Так придет Карательный Отряд Все об этом Знают Это да Угроза Да угроза С которой Невозможно Бороться По большому счету Но Эта угроза Не дисперс Она централизованная Это по факту Полицейские действия То есть Степь Умиротворяется До Приблизительно Середины 14 века Когда в Орде Начинается Собственная Замятня Когда в Орде Начинается Собственная Феодальная Раздробленность А еще Орда Представляет Из себя Несокрушимую Сумму Насилия Которую Руси По факту Противопоставить То было И нечего То есть Всерьез Воевать С ханом С законным Царем Ну это Я думаю Никому Даже в голову Не приходило А если Приходило Ему Даже не хан Ему Окружающие Соседи Быстро Объясняли Что нам Этого Не надо Да Усобственной Руси Продолжились Но Они уже Никогда Не приобретали Таких значений Каковы И имелись В 13 веке Просто потому Что наличие Такого мощного Соседа Как у Лус-Джучи Гарантировало Что Какие бы ты Силы Не собрал Если сосед Сможет доказать Свою правоту И приведет Монгольские войска Вы будете Быстро Из гарантии Разбиты Уничтожены Возможно Вас самих Утащат В ставку Ухрана Где убьют Это серьезный риск На который Шли далеко не все И поэтому Значение Усобиц Внутри Руси Резко Идет на нет Таким образом Монголы Нанеся страшный урон Одновременно Гарантировали Некую стабильность На внешнеполитической Восточной Юго-Восточной Арене И Известную Стабильность Внутри Руси Итак Похолодание И переход Большого богатства Требует И одного Владельца Этого богатства Начинается Конкуренция За обладание Главным Единым Великокняжеским Столом На Руси То есть Начинаются Уже не Центробежные А наоборот Центростремительные Процессы Обеспеченные Возросшим Благосостоянием Ну и наконец Обновленная Структура Сельского Населения И Специфика Земель Гарантировала Первенство Именно Владимирской Земли А конкретно Некоторых Ее уделов То есть В первую очередь Москвы Твери Переславля Залисского Которые Столкнутся В противостоянии Свильно Кто победит Посмотрим В следующий раз Ну мы-то конечно знаем Что Главенство Вующей роль Должна была Заграть Москва Но как и почему Это происходило В следующий раз Не забывайте Смотреть наш канал Изучать Военную историю На сегодня Все Всем пока